Всем привет и сегодня я вам расскажу об одной из самых популярных улиц не только Паттайи, но и в целом Таиланда. Об этой улице, наверное, известно всем. Называется она Велкинг Стрит, то есть улица для прогулок. И сейчас покажу вам, как выглядит эта улица в дневное время. Как видите, ничего примечательного. Улица как улица, даже есть места для молитв. Днем здесь гуляют пешеходы, работают 7-11, продаются майки, фрукты, аксессуары, ювелирные. И абсолютно ничто не указывает на то, что эта улица только для взрослых. В основном все гоу-гоу бары в дневное время закрыты. И лишь немногие надписи могут указывать на то, что эта улица все-таки для взрослых. Но днем вы здесь не увидите ничего такого страшного, так что смело можете гулять с детьми. Если идти с северной части улицы Велкинг Стрит на южную, то вы обязательно попадете на причал Балихай. Именно с этого пирса в разное время уходят паромы на такие острова, как Кочан, Куалан, Кокут. Ну, возможно и уехать на другие острова Таиланда. Вот такой вид имеет центральная Паттайя с паромного причала. А это информационный знак, который укажет вам место расположения скоростных и простых лодок на острова близ Паттайи. Пирс большой, но в часы пик по нему не протолкнуться. Все из-за китайских туристов, которых здесь просто толпы. С пирса вы сможете увидеть смотровую площадку со знаменитой надписью Паттайя Сити. Именно так выглядят простые лодки за 30 бат на остров Калан. Они наиболее популярны, так как дешевы и пользуются спросом как у местных, так и у туристов. А этот паром отправляется на острова, которые находятся немного дальше Паттайи. И вот такие смешные расценки вы можете здесь увидеть. Мне повезло и я смог увидеть отчаливание парома, который везет людей на остров Калан. Он такой вот дряхленький и мне, к сожалению, не удалось на нем прокатиться, так как в последний момент я выбрал экскурсию на реку Квай. Но, наверное, аттракцион из приятных. А вот вам подробное расписание лодки между Паттайей и Каланом. В которое время они уходят из Паттайи и в какое время возвращаются с острова Калан. И всего-то 30 бат. Решил еще раз акцентировать внимание ваше на виды центральной Паттайи с пирса. А это огромная площадь у пирса перед смотровой площадкой с надписью Паттайя в сети. А сейчас немножко покажу вам, как же выглядит центральная Паттайя вдали от пляжей. Ведь это то место, где Паттайя начинала свое зарождение. Мост, который вы сейчас видите над проезжей частью, не что иное, как железнодорожный мост. И по нему также можно приехать в Паттайю. Будьте бдительны и очень внимательны. Если у вас нету специальных тайских прав, лучше на мотобайт не садиться, потому что вы будете платить огромные штрафы или же взятки местным полицейским. Так что рекомендую вам отказаться от этой затеи. Вот так печально город-герой Москва выглядит в Паттайи. Улочки Паттайи совсем не широкие и местами создают очень серьезные пробки. При этом архитектура в разных частях центральной Паттайи совершенно разная. Сказываются исторические времена, в которых Паттайя постепенно расширялась. Вот например здесь очень красивые колониальные домики. Многие красивые дома и улицы Паттайи очень сильно портят все эти рекламные баннеры, которых здесь слишком много. Так как Паттайя все-таки туристический город, то все улицы сплошь базар, на котором вы можете купить, ну наверное практически все. При этом цены я бы не сказал, что кусючие. Даже в районе самой туристической зоны цены на фрукты, к примеру, довольно-таки демократичны. Из-за того, что Паттайя туристическая, то по многим пешеходным дорожкам затеснуться довольно-таки проблематично. Все равно, что попал на трассу в часы пик. Основными маршрутками в Паттайи считаются Сонт Гео. В переводе это означает две скамейки. Вот так вот не затейливо. Две скамейки. Такая вот центральная Паттайя. И по моему мнению здесь остановиться лучше, нежно в Протамнаке. Продолжение следует...